добрый день дорогие друзья как меня видно и слышно поставьте пожалуйста плюсики в чат если все нормально спасибо ну что ж сегодня у нас тема вебинара который буду вести я связана эта тема с продукцией компании директ медиа это наша продуктовая линейка которую я освещаю тема называется обновленный сервис книгообеспеченности в университетской библиотеке онлайн рекомендации профессионалов для вашего вуза но прежде чем приступить к теме позвольте как всегда сделать несколько объявлений в самом начале нашего чата расположены четыре полезные ссылки первый из них ведет на наш главный сайт директ академии ru и на его главной странице вы можете зарегистрироваться на все онлайн мероприятия директ академии до конца нашего учебного года до конца июля месяца вторая ссылка ведет на наш видеоканал на ютюбе на который я вам рекомендую подписаться и на нашем видеоканале расположено сейчас более 450 записей наших вебинаров и запись этого вебинара в ближайшее время через день-два тоже попадет на этот видеоканал третья ссылка ведет на наш страницу нашего сайта онлайн курсы где у нас есть предложение для дистанционного обучения по 11 курсом которые у нас там представлены один из этих курсов совсем недавно запустился это курс марина орешко информационной технологии в библиотеке второй курс должен ну 2 и я имею ввиду из тех которые в ближайшее время начнут и Продолжение следует... Но, надеюсь, что это будет ненадолго. Итак, хотел бы также представить вам три наших следующих мероприятия. Вот публикую их в чате. Это такие мероприятия. Сегодня у нас большой вебинарный день, и в 16 часов у нас будет вебинар Марина Орешко и еще раз о виртуальных выставках. 17 апреля завтра у нас вебинар Айкуш Калачан. Вебинар называется «Инклюзивная образовательная среда. Вопросы организации и психолого-педагогического сопровождения, обучающихся с ОВЗ». Наконец, 18-го послезавтра, 18 апреля, снова мой вебинар «Электронные издания. Как преподавателю стать автором издательства Директ Медиа». Ну что ж, а сейчас мы приступаем к нашей текущей теме, и я вам расскажу о сервисе книгообеспеченности в университетской библиотеке онлайн. Наш план сегодня будет такой. Я надеюсь, что сегодня вебинар не будет не очень долгий, в час мы точно уложимся. Сначала поговорим о путях обеспечения книгообеспеченности, затем я вам покажу наш относительно новый дизайн 2018 года прошлый. В прошлом году мы сменили дизайн сервиса книгообеспеченности. Познакомлю вас с общим интерфейсом сервиса. Потом поговорим о пошаговой инструкции по работе с сервисом и следующим пунктом по добавлению книг. Рассмотрим вопрос рекомендации вузов, ну и вопрос организации собственной сети. Продолжение следует... Раз-два-три, раз-два-три, я снова подключился, сейчас попробую... Да, наконец-то у меня заработало, а то не переключалась презентация. Итак, поговорим сначала о нескольких общих вещах, в частности о путях обеспечения книгообеспеченности. Ну, чуть-чуть погрузимся в наше прошлое, недавнее совсем. После отмены приказа 1953 в 2014 году и появлением приказа 1951 в 2016 году, книгообеспеченность стала ключевой отчетной нормой библиотеки. То есть теперь параметры ЭБС перестали быть определяющими, а определяющими стала, собственно, книгообеспеченность, в частности нормативы того, сколько книг, как и каких надо обеспечить студентов, какими изданиями и в каком количестве надо обеспечить студентов. Традиционный путь обеспечения книгообеспеченности таков. Рабочие программы дисциплин заполняются, с одной стороны, преподавателями снизу, а с другой стороны, библиотекарями, ну, условно говоря, сверху. При этом существенным недостатком этого способа является то, что каждая книга подразумевает отдельную транзакцию. То есть каждую книгу надо где-то искать, каким-то образом куда-то ее вводить, как-то описывать и так далее. Разумеется, это ведет к неизбежным потерям финансовым, временным. Это все упирается в наличие соответствующих книг на рынке, в наличный книжный фонд библиотеки и так далее. Мы предлагаем следующую схему. Ну, с помощью рекомендательного сервиса книгообеспеченности книги для РПД могут подобраны быть за счет одной только ЭБС. Ну, это может быть немножко такое оптимистичное несколько утверждения, но, по крайней мере, в значительной степени или, может быть, в большей степени за счет одной только ЭБС. Какими условиями должна обладать дальняя ЭБС? ЭБС должна обладать достаточным фондом, достаточным для покрытия большинства дисциплин. Ну, и если при этом в ЭБС используется некий рекомендательный сервис, который позволяет не тратить лишнее время на поиск литературы, то это очень сильно сократит усилия библиотекарей по подбору книг. Что же у нас для этого делается? И давайте я перейду, собственно, к нашему сервису, который реализует данные идеи. Ну, во-первых, сервис книгообеспеченности, он включается так же, как и остальные сервисы библиотекаря. Сначала заходим... Сейчас я включу рисовалку и буду пояснять прямо на кадре. Сначала мы нажимаем на вот этот маленький треугольничек. В выпадающем меню выбираем вкладку «Мой ВУЗ». Открывается вот это вот окошко с набором вкладок. Во вкладке «Мой ВУЗ» есть, в свою очередь, меню сервисов библиотекаря. Одну минутку. Сейчас я уберу лишнюю информацию, которая мне мешает. Вот. Таким образом мы попадаем в сам сервис. Выглядит он примерно вот так. С элементами мы сейчас разберемся, но сам по себе его внешний облик таков. И если кто-то пользовался прошлым вариантом нашего сервиса, вы сразу можете заметить, что здесь есть некоторые изменения, связанные с тем, что многоуровневость вот этого списка литературы, она убрана, остается один единственный уровень. А верхние уровни, такие как укропленные группы специальностей и направления подготовки, подразделения на бакалавриат, магистратуру и на дисциплины, они вынесены вот такие вот в выпадающие списки, из которых можно выбирать, и куда можно добавлять свои собственные записи. Из этого сервиса все списки могут быть импортированы посредством нескольких кнопок. Ну вот здесь можно импортировать вообще весь список книг вуза. Вот здесь вот, по вот этой кнопочке, список книг из данной ОГС, здесь список книг из бакалавриата или магистратуры, ну и здесь из данной дисциплины. Мы видим, что общее количество книг в данном случае 107 тысяч, в данную ОГС 888 книг, из них к бакалавриату приписаны 763 книги, ну и конкретно к предмету алгебра 20. Ну а теперь посмотрим это немножко подробнее. Итак, вот здесь я обозначил номерами элементы, главные элементы интерфейса. Под номерами 1, 2 и 3 это верхние уровни списка книг. Самый верхний уровень это ОГС или ОГСН, окрупненные группы специальностей и направлений подготовки. Здесь их 57, если не изменяет памяти. Это стандартный набор, который у нас есть. Вот, впрочем, в этот набор вы можете добавлять и некие свои сущности, и с этим я потом, как это сделать, потом объясню. Бакалавриат, второй уровень это бакалавриат, магистратура и прочее. Сюда вы тоже можете добавить какие-то свои собственные сущности, такие, например, как специалитет, если он у вас есть, аспирантура, если это вам надо, ну или что-то еще. Ну и, наконец, уровень 3, это последний из верхних уровней, это, собственно, дисциплина. Откуда берутся дисциплины? Да, я хотел бы сразу заметить, что как только вы выбираете первый уровень, вот здесь вот какой-то, из стандартных, я имею в виду, не созданный самостоятельно, а из стандартных, то вы получаете некий заполненный список, и этот список, он сразу доступен. Откуда берется этот список? Мы берем этот список, опираясь на набор дисциплин, указанных в старом FGOS-е, FGOS-е 3. Ну, после этого перестали нормироваться дисциплины, да, но, тем не менее, от чего-то можно отталкиваться, и в качестве отправной точки мы берем вот этот вот список дисциплин. Разумеется, в каждом ВУЗе дисциплины немножко свои, немножко другие, каких-то нет и так далее. Для этого, собственно, и созданы операции с верхними уровнями, о которых мы сейчас говорим. Так вот, как вот эти книги... Сначала поговорим о составе дисциплин, да. Состав дисциплин, как я уже говорил, изначально мы берем из FGOS-3. Что касается состава книг уже непосредственных, это... в этом, собственно, и состоит суть рекомендательного сервиса. Над этим составом работает целая группа наших специалистов, вкупе с неким автоматическим сервисом. Работает это примерно так. Книги отбираются в соответствующую дисциплину по некоторому достаточно умному алгоритму. Ну, не назову его, конечно, искусственным интеллектом, но такой достаточно умный алгоритм. После этого это первый фильтр, второй фильтр – это уже ручной отбор. После этого наши библиографы просматривают литературу на предмет отнесения ее к той или иной дисциплине. Таким образом, как только вы здесь выбрали какой-то ОГСН в первой графе, появляется набор, во-первых, набор дисциплин вот здесь вот. Здесь набор, как правило, состоит из бакалавриата и магистратуры. На втором уровне, на третьем уровне набор дисциплин. Ну и на четвертом, последнем уровне, вот здесь вот назовем его четвертым уровнем, находится, собственно, список книг, разделенный еще на основную литературу, дополнительную литературу и нераспределенную литературу. Иногда в этом списке возникает еще и дополнительный пункт – учебно-методическая литература. 4 и 5, вот эти вот кнопочки, это кнопки, ну и, соответственно, вот здесь вот тоже 4. Да, вот на эту четверочку уже не смотрите, она здесь появилась как уровень, да, не имеет отношения к этим цифрам. Это инструменты для управления соответствующими уровнями вложенности. Соответственно, в каждый уровень вложенности вы можете в него добавить какую-то запись, сохранить все книги из этого уровня, ну, либо стереть этот уровень, если он перестал вам быть нужным. Это относится к первому уровню, ко второму уровню и к третьему уровню. Впрочем, в третьем уровне есть некие дополнительные возможности, о которых мы потом чуть-чуть подробнее поговорим. Под номером 7. Вот здесь вот располагается быстрый фильтр по автору, названию, ISBN и так далее. Для того, чтобы фильтровать ту литературу, которая вот здесь уже находится. Это не поиск, это именно фильтр того, что уже и так отобрано. Вот под номером 6 находится переключатель список книг поиск. А насчет поиска мы попозже поговорим. Поиск служит для ручного добавления книг в ваши списки. Ну и, наконец, под номером 8 располагается, собственно, список книг вот в этой иерархии. УГСН, бакалавриат, магистратура и дисциплина, поделенные на основные группы. Основная литература, дополнительная литература, учебно-методическая литература и нераспределенная литература. Вот, собственно, этот список подробнее. Как я уже говорил, он состоит из нескольких разделов. Основная литература идет наверху. После нее дополнительная литература. После нее, ну, как правило, этого пункта нет, но его можно включить. Пункт учебно-методическая литература. Ну и, наконец, прочие. Это нераспределенная литература, которую вы, впрочем, можете своими силами перенести в один из... Прошу прощения. В один из пунктов выше. В основную, дополнительную или учебно-методическую. Под четвертым пунктом здесь обозначено условное время прекращения действия договора по данной книге. Почему условное? Потому что, конечно, по большинству книг договоры продляются. Ну, чтобы вам быть уверенными в том, что книга еще долго будет в ВБС, то есть, чтобы иметь абсолютную уверенность, вы можете сверяться с этими датами, когда договор на эту книгу прекращает действовать. Наличие дат вот таких, ну, этот скан я делал в 2018 году, просроченных сроков здесь не бывает, но бывают сроки, которые близко подходят. Еще раз обращаю ваше внимание, это не значит, что эта книга уйдет. Это значит просто, что мы честно вам сообщаем о том, что наш договор действует до этого времени. Разумеется, в большинстве случаев эти договоры будут пролонгированы. Как вам действовать при составлении вашей книгообеспеченности, списка книгообеспеченности? Первое, что надо, это добавить УГСН из списка, либо добавить свою, какую-то свою сущность вот на этот уровень. Второе, выбрать уровень, с которым вы сейчас работаете, бакалавриат, либо магистратура. Либо, опять же, можно добавить какую-то свою сущность. Ну и на последнем этапе вы включаете здесь дисциплину, с которой в данный момент работаете, и начинаете, собственно, работать с книгообеспеченностью этой дисциплины. С дисциплинами можно поступать, есть многообразные варианты обращения с ними, и по этому поводу сейчас я вам тоже расскажу. Итак, что можно делать с дисциплинами? Вот здесь мы рассматриваем вот этот вот набор инструментов, которые располагаются под третьим уровнем иерархии. Ну, во-первых, можно добавить свою дисциплину. Понятно, что на все случаи жизни не напасешься списков дисциплины, ни в стандартах, нигде, особенно на старших курсах. Первый уровень точно так же, вот я здесь показывал, вот он. Здесь есть возможность либо использовать один из существующих стандартных УГСН, либо добавить свой, используя вот этот плюсик. Третий уровень, он просто наиболее сложный по составу инструментов, поэтому именно на нем мы это все и... Я все и показываю. Итак, мы можем либо добавить свою дисциплину, ну, например, там, ну, я не знаю, алгебра уровень 1 и алгебра уровень 2, условно говоря. Мы можем редактировать дисциплину, то есть изменять ее название. Там, например, алгебра в скобках для менеджеров. Не знаю, может быть, как-то еще назовете. Можем скачать список книг из уже добавленных книг в формате Excel. Я всегда обращаю внимание, что в наших, почти во всех наших сервисах, действует возможность скачки формат Excel, что очень удобно. Ну, в данном случае на конечном этапе, когда вы уже создали состав дисциплины, уже известен, то скачать и каким-либо образом использовать в отчетных документах или в промежуточных документах. Обращаю ваше внимание, что это, конечно, удобно, но имейте в виду, что обратного пути нет. То есть невозможно закачать из Excel файла вот сюда. Тем более, что в данном случае эта операция была бы некорректной с точки зрения согласования по составу нашей ЭБС. Следующий очень важный пункт – объединить дисциплины в одну. Когда есть много дисциплин, но у вас эти несколько дисциплин представлены как одна дисциплина, в этом случае можно объединить несколько дисциплин в одну. Обращаю ваше внимание, при этом те книги, которые в этих дисциплинах есть, они объединяются. То есть объединяется не только название дисциплин, но и полностью их состав. Ну и, наконец, можно переместить дисциплину в любое место, например, из бакалавриата в магистратуру или в другое ГСН, в общем, в любое другое место. Ну и, наконец, не показывая здесь, вот это вот последний пункт – это стереть дисциплину, полностью удалить дисциплину вместе с ее содержимым. Операции с самими книгами. Рядом с каждой книгой стоит вот такое поле, в котором можно поставить флажок. После того, как поставлен хотя бы один флажок, становится доступным ссылка действия, которая вызывает выпадающее меню, состоящее из четырех пунктов. Пометить как, перенести в, продублировать в и удалить из книгообеспеченности. Ну, удалить из книгообеспеченности – это понятно. Просто удалить ее отсюда, из данной ветки иерархии. С остальными пунктами давайте сейчас разберемся. Перенести. Книгу можно перенести в любое другое место, например, в другой уровень иерархии, например, выбрать здесь другой УГСН, другой элемент второго уровня, бакалавриат или магистратуру, другой предмет, другую дисциплину. Ну и сразу можно ее распределить как основную литературу. Вот здесь по умолчанию она попадает в основную литературу, а может попасть в дополнительную, там, учебно-методическую или нераспределенную. В зависимости от того, от вот этих ваших настроек. В этом случае при переносе книги исчезают в том месте, где они были, и появляются в новом месте. При добавлении книг происходит дублирование, прошу прощения, скопированных книг, происходит то же самое, только книга остается и на своем прежнем месте, и попадает в следующее место. Да, прошу прощения, не книга, а книги. Все книги выбранные посредством вот этих вот флажков. Теперь, собственно, добавление книг в книгообеспеченность, добавление тех книг, которые первоначально туда не попали. Разумеется, первоначальный список – это только рекомендация, и она, скорее всего… Ну, то есть, хорошо, если она удовлетворит вас на 100%, но это практически невозможно. Какие-то книжки из состава ЭБС вы захотите обязательно добавить, ну, скажем, от себя, своей волей. Как в этом случае поступать? В этом случае мы должны воспользоваться поиском. Причем, обращаю ваше внимание, что это особый поиск. Поиск – это поиск внутри книгообеспеченности, а не общий поиск ВБС, тот поиск, которым пользуются читатели, когда ищут себе книги. Во-первых, ну, чем отличаются эти виды поисков? Во-первых, поиск по книгообеспеченности, он встроен в саму книгообеспеченность, и как в сам сервис книгообеспеченности, и после того, как там будет результат какой-то, результаты этого поиска можно будет сразу добавить в нужный пункт книгообеспеченности. Кроме того, этот поиск ведется исключительно по тем книгам, которые присутствуют в вашем варианте ЭБС, то есть в вашем варианте подписки, скажем так. Если общий поиск, он ищет по всем книжкам, которые присутствуют в ЭБС, и если эта книга недоступна, он тем не менее ее показывает, но иногда даже дает посмотреть несколько страниц, но просто не дает доступа к полнотекстовому учтению. То здесь изначально ищется книжка исключительно среди тех, которые вы можете добавить, то есть имеете возможность в связи со своей подпиской добавить. Искать можно во всей ЭБС, либо уже существующие книгообеспеченности. Ну, бывает, что книгообеспеченности так уже сильно наполнены, вы помните, что книга там была какая-то, но по ветвям искать ее долго, проще искать ее в поисках. В этом случае можете взвести вот эту вот галку. Я тут привел пример поиска одного из... Ну, это не учебник, это очень классная книга. Я в свое время по ней учился. Математика для электро- и радиоинженеров. Андреан Го. Так сказать, учебная классика. Вот я ее нашел, и теперь могу присоединить. Так, я вижу здесь... Да, я не успел ответить Руслану Юрьевичу. То есть если удалить первый уровень, при этом вторые, третий уровни уже есть, и заменить их на другой... Нет, пропадут. Пропадут. То есть все происходит точно так же, как с папками на вашем компьютере. То есть если вы удаляете папку верхнего уровня, то вместе с ней удаляются все папки нижнего уровня тоже. Поэтому если вам надо что-то как-то удалить, прежде сохраните то, что вам надо, перенесите. То есть создайте другую структуру, перенесите туда все, что вам надо, и только после этого удаляйте верхний уровень. Итак, мы нашли книгу. Что мы дальше с ней можем сделать? Мы отмечаем. Ну, в данном случае здесь одна книга, и отмечать особо нечего. Одна книга и есть. Просто взвели галочку. Ну, часто бывает, что здесь большой список выпадает поисковой выдачи. В этом случае вы отмечаете только те книги, которые вам нужны, и нажимаете на ссылку «Действие», и в выпадающем списке появляется строка «Добавить в». Эта строка точно такая же, как мы уже видели, такой же самый механизм. При добавлении вы можете сразу назвать, куда добавить все три уровня, плюс «Как пометить книгу». «Как пометить книгу» — это раздел «Основная литература», «Дополнительная литература», «Учебно-методическая литература», либо «Никак не помечать», и в этом случае книги будут нераспределенными. «Изменять название первого уровня, не удаляя его». Ага, ну окей, да, хорошо, наверное, разумно передам. Да, и после того, как мы совершили вот эту вот операцию, мы попадаем в наш список и видим, что в данном случае, видите, вот «Никак не помечать» было выбрано, поэтому книжки добавились впрочее. Книжка моя. Вот она, эта книжка Андреанго «Математика для электро- и радиоинженеров» возникла в списке нераспределенной литературы по выбранному ГСН, по выбранному виду бакалавриат или магистратура, либо и по выбранной специальности, фу, прошу прощения, по выбранной дисциплине, заговорился. Некий рудимент, о котором я расскажу, мы пока не решили, сохранять ли его в нашем новом интерфейсе, пока его нет. Ну, у нас был такой дополнительный способ рекомендательности, это рекомендация от других вузов. Мы агрегировали информацию о том... Видите, здесь еще старый наш интерфейс, потому что в новом это не реализовано пока. Но просто хочу поделиться с вами. Мы агрегировали информацию о том, какие книги выбирают другие вузы, и если эту книгу несколько раз другие вузы выбирали, мы ее тоже рекомендовали. Ну, столкнулись с тем, что при совершенно различной структуре дисциплин в разных вузах, очень трудно эти рекомендации делать качественными, поэтому пока от этого отказались. Ну, в принципе, у нас возможность возвращения этого сервиса есть, поэтому я о нем все-таки упомяну. То есть, у нас, в принципе, предусмотрено, это его можно только... То есть, достаточно включить, если мы хотим... Ну, пока мы с этим экспериментируем. Выглядело это примерно так. Книги, которые были рекомендованы другими вузами, они подсвечивались зеленым цветом, и наверху появлялась вот такая маленькая циферка, которая говорила о том, сколько вузов эту книгу рекомендовала. Ну, пока точнее говорить не буду. Да, эти же рекомендации отображались и в Excel-таблице. Сейчас там просто пустая колонка оставлена на будущее. Да, вот так она отображалась в Excel. Сейчас здесь вот эта информация о рекомендациях не будет. Ну и, наконец, создание собственной сетки дисциплин. Когда вы хотите... Не хотите опираться на стандартные названия, хотите создавать свои, вот вы можете это сделать. Создать здесь какое-то тестовое направление. Здесь создать какой-то иной элемент. Ну, там, например, аспирантуры. Это я вот просто насочинял. Ну и какое-то там смешное название дисциплины, например, ввести. Вот. И наполнить ее каким-то конкретным смыслом. Ну, я вот здесь выбрал по... Из состава книг для ветеринаров выбрал про кошек книжки. Распределил их в основную литературу. Ну, по одной выбрал. Это, разумеется, был скриншот сделан специально для вебинара. Я что-то в основную литературу забросил, что-то в дополнительную, что-то в нераспределенную и так далее. Вот так, собственно, и надо действовать. Добавляем тот уровень, который нам нужен на любом из этапов. И после наполняем его. Он, разумеется, этот уровень по умолчанию заполненным не будет, потому что никаких рекомендаций для вновь создаваемого уровня заранее мы предусмотреть не можем. И тогда дальше действуем поиском. И ищем те книги, которые нам нужны. Их либо при помощи массовых операций, то есть массово отмечая их в списке, либо по одной добавляем в список книгообеспеченности по вот этому вот уровню. Есть еще такая дополнительная кнопочка «Запрос контента». Это кнопка, ну, скажем так, для случая, если в нашей ЭБС нет жизненно необходимой вам книги. Ну, если эта книга есть, но она не закуплена, то понятно, как надо поступать. Надо эту книгу просто докупить. Либо одну-единственную книгу это можно сделать, либо коллекцию, если издательство книгу эту в одиночке не продает, а только в составе какой-то коллекции. Такое тоже бывает, ну, редко, но бывает. Ну, а если вообще в ЭБС нет этой книги, то вы можете ее запросить, и мы попытаемся ее закупить. То есть, если мы увидим, что есть в этой книге большая необходимость, то попытаемся ее каким-то образом приобрести, и после этого вы сможете ее присоединить к своей книгообеспеченности. В настоящее время мы основываем наши рекомендации по книгообеспеченности на анализе рабочих программ дисциплин 50 лучших вузов. Если вас интересует гарантированная система подписки по вашим РПД, то связывайтесь с нашим менеджером. Мы в большинстве случаев это можем как-то обеспечить. Каким образом это связано с текущей обстановкой, поэтому тут единственная рекомендация связываться с менеджером, если вы хотите, чтобы назначенная вами книгообеспеченность вот стояла бы вот как влитая и никуда бы не уходила, даже после окончания действия договоров. Ну и деятельность по наполнению у нас, мы стараемся ее улучшать, и улучшать в разных смыслах этого слова. Во-первых, вновь прибывающая литература, она у нас сразу распределяется куда-то. А во-вторых, та литература, которая у нас уже есть, она распределяется более правильно. То есть, если на начальном этапе существования книгообеспеченности у нас книги попадали в основном в нераспределенную литературу, и дальше их надо было самим распределять как-то, то сейчас они в основном попадают уже в основную и дополнительную литературу, и меньше книг остается нераспределенных. Ну и, наконец, таблица УГСН. Обращаю ваше внимание, что книгообеспеченность ищет только по тем коллекциям, на которых ВУЗ подписан, по основной, по базовой коллекции, и по дополнительным коллекциям, приобретенным. Она не показывает иные источники, в том числе неподписанные издательские коллекции, чтобы получить более полное представление о наполняемости УГСН, вы можете либо просто запросить у нашего менеджера таблицу УГСН в экселевском виде, либо пока у вас тестовый доступ, у вас отражается полная подписка, и в этом случае вы видите все, что можете добавить теоретически. Ну и, наконец, в конце, еще вы можете воспользоваться списком УГСН-ОКСО, который доступен в подвале нашего сайта, вот здесь вот, и здесь можете поиском поискать то, что вас может интересовать. Ну вот, собственно, и все. Как я уже говорил, сегодня не очень длинный вебинар будет. Есть ли еще какие-то у вас вопросы? Я готов на них ответить. Хорошо было бы создать инструкцию или даже видеоинструкцию для пользователей по работе. Полностью с вами согласен, Ирина. У нас, собственно, были такие планы, и, возможно, этим летом я как раз этим и займусь, потому что это как раз находится в перечне тех компетенций, которые есть только у меня. Я, наверное, этим и займусь в ближайшее время. Да и вообще у нас сейчас стоит задача переделать все наши учебные ролики, потому что немножко наш интерфейс ушел от того, что было сделано, так что мы этим, наверное, займемся. Но в течение семестра очень трудно, в течение нашей Директ-Академии действовать в нашей Директ-Академии, которая у нас каждый день проходит. А вот летом мы, наверное, этим займемся. Когда можно рассчитывать... Не могу сейчас сказать, но вот сегодня я передам нашим разработчикам В принципе, мне кажется, что это не очень сложно, но они могут иметь какое-то другое мнение по этому. Если вы продублируете эту просьбу... Я со своей стороны, конечно, обращусь и поговорю с нашими разработчиками. Если вы продублируете эту просьбу в наш Helpdesk, то будет здорово. Можете сослаться на наш сегодняшний вебинар. И это просто подкрепит, и, возможно, будет больше шансов на то, что это реализуется. Если реализуется, то в ближайшее время. Ну что ж, коллеги, спасибо. Спасибо за то, что были на нашем вебинаре. Приходите. Напоминаю, у нас насыщенная, весьма насыщенная рабочая неделя в Директ-Академии. Уже в 16 часов сегодня будет вебинар Марины Орешко. И каждый день, каждый из оставшихся дней тоже будет у нас проходить вебинар. Всего доброго. До новых встреч в Директ-Академии. Встретимся на новых вебинарах.